Всем привет! Меня зовут Гущин Кирилл, разработчик Нарстрима. В первой части обзора силиконовых приманок от Нарстрима я остановился на цветах, я остановился на некоторых моментах материалов, которые были использованы. А сейчас пришло время подробно разобрать первую серию от силиконовой программы Нарстрима. Это виброхвост. Виброхвост в варианте фата. Это Таби Дадя. Таби Дадя достаточно крупное массивное тело, очень большая толстая пятка, которые в совокупности обеспечивают следующую игру. То есть высокоамплитудная, но низкочастотная работа хвоста, при этом ярко выраженный активный ролик при проводке. То есть приманка не просто работает широко и не быстро хвостом, но еще и сама по себе при достаточно свободной оснастке идет вот в таком вот варианте. Зачем? Ну потому что как бы в первую очередь Таби Дадя рассчитан на ловлю щуки и окуня. Про окуня не просто так, потому что минимальный размер 3,5 дюйма. То есть такой маленький фатик, который привлечет достаточно нормальных размеров окуней и бершей, там где они есть. Следующий размер 4,5. Это практически самый универсальный размер. То есть щука, судак, окунь, берш. Вот 4,5 дюйма это как раз самый-самый усредненный вариант, когда мы не знаем, что сейчас конкретно предпочитает рыба. 5,5. 5,5 это уже достаточно большой, достаточно тяжелый виброхвост. Вот вес его, сейчас скажу, вес его 22 грамма. Кстати, сразу еще раз, хотя в первой части это было, мы ставим и граммаж, и размер приманок на упаковке. То есть если у нас маленький Таби Дадя 3,5 весит всего лишь 5,5 грамм, то 4,5 уже весит у нас сколько? 11,5 грамм. 5,5 весит 22 грамма. А самый большой 6,5 весит 36,5 грамм. То есть вы понимаете, что это достаточно большое, тяжелое, массивное тело, которое дает очень серьезные, очень большие колебания. И поэтому крупные размеры 5,5 и 6,5 это в первую очередь для крупной, хорошей щуки, ну и для очень хорошего судака. Строение тела и работа хвоста подразумевает под собой в первую очередь рыбалку на стоячей воде, либо слабом течении. Если вы планируете ловить на сильном течении, то Таби Даде оптимально будет работать при боковых забросах, но никак не забросах вниз, потому что сильное течение будет очень сильно колебать хвост и, собственно говоря, это неправильная работа приманки, если мы хотим поймать нормальную рыбу. Важный, важный момент еще один есть. Дело в том, что я планировал изначально работу этой приманки на максимально низких весах. То есть вот даже у меня сейчас в руках 6,5 дюймов, чтобы у этой приманки начал нормально работать хвост и тело, достаточно 6 грамм. Как раз на открытие мы ловили щуку, крупную щуку, там 4, 5, 6, 7 килограмм в среднем было. Вот. И по условиям рыбалки мы были вынуждены ставить минимальнейшие веса. 6-8 грамм. Вполне спокойно. Вот это его веса хватает, чтобы приманка пошла вниз и чтобы у нее нормально завелся хвост. Ну и как бы заработало само тело. Пожалуй, на этом по Таби Даде все. Все самое основное рассказал. По цветам. По цветам смотрите первую часть. Там четко были показаны все 10 вариантов цветов, которые в принципе есть у всех силиконовых приманок на Астрима. Ну, разберетесь. Цвета самые ходовые, цвета самые, на мой взгляд, интересные и самые угольстые. Следующая приманка, о которой я хочу рассказать, это виброхвост, как вы уже видите. Называется сиди. Такой смешной, забавный уродец. Напоминает бычка. Собственно говоря, он и должен напоминать был бычка. Потому что его основное назначение это ловля на сильном течении, на реках. Там, где как раз вот эти вот бычки под каменщики и другие донные, более-менее плоские рыбки активно живут и являются одним из самых любимых кормов судака. Скажем так, на свои 80 процентов сиди это судачья приманка, которая рассчитана для ловли на сильном течении. У нее относительно небольшая пятка, у нее очень небольшая амплитуда, но очень высокая частота работы хвоста. То есть, именно все оптимизировано для ловли на большой сильной струе. Ну, как бы на среднем течении тоже все это работает, никаких проблем нет. А кто у нас любит низкоамплитудную и высокочастотную игру? Да тот же судак и любит, собственно говоря. Вот. Размеров. Размеров у нас три. Четыре дюйма с весом семь с половиной грамма. Пять дюймов с весом приманки 14,5 граммов и шесть дюймов с весом приманки 25,5 грамм. Все громажи указаны на упаковках. Это для тех, кто будет потом считать, вытянет ли его палка или не вытянет определенный размер. Что могу сказать по собственной практике, потому что на эти приманки я ловлю уже сильно больше года, по соотношению размера и использования. Четыре дюйма. Ну, как бы момент, когда рыба не хочет большую приманку. Момент, когда кормовая база небольшая. Ну и, собственно говоря, момент, когда рыба, которую мы ловим, не сильно крупная. Потому что у меня на четыре дюйма великолепно ловились и окуни, ловились и берши, ну и, соответственно, даже и щуки. Я уже не говорю про судаков. Пять дюймов. Лично для меня при ловле судака это основной размер. Потому что, скажем так, килограммовый судак пятидюймовую приманку заглатывает совершенно спокойно. Никаких проблем в этом нет. Ну и шесть дюймов. Это уже размер довольно приличный. Хотя у меня были прям яркие примеры, когда на шесть дюймов садил судак меньше килограмма. Причем совершенно спокойно в заглот брал. Ну, желание такое было брать крупную рыбу. Шесть дюймов обычно мы используем в ситуации, когда кормовая рыба, которая есть на этом водоеме, достаточно крупная. В принципе, по своим пропорциям приманки пропорциональны. То есть, если подобрали правильную проводку под один размер, как бы с остальными размерами проблем тоже не будет. Все это дело, естественно, оснащается, может оснащаться всеми тремя вариантами крючков. То есть, это двойник, джик и оффсет. Под оффсет, как и на всех системах, как бы на всех силиконах приманка Nord Stream, это safety offset system. Это три перегородки, которые оффсетный крючок у нас пробивает. Об этом я говорил в первой части, когда просто представлял всю эту силиконовую программу. Вот. Собственно говоря, что еще? Почему вот эти вот глаза? Вот мне прям люди спрашивают, зачем сделали такие глаза? Все очень просто. Эти глаза способствуют лучшему роллингу. Потому что, как и любая силиконовая приманка на данный момент у Nord Stream, у всех этих приманок работает не только хвост по заданной программе, но еще и само тело во время движения, если более-менее есть свобода шарнирная, там, например, на оффсете, либо это на двойнике. Само тело еще играет вот так вот. Это дополнительно привлекает рыбу или, как минимум, ее не отпугает абсолютно. Что еще? Какой еще момент неволожный в сиде? У нас здесь есть специальные прорези у хвоста, для того, чтобы хвост был еще мягче. То есть, с одной стороны, амплитуда хвоста небольшая. Это специально было заложено размером и геометрией. Но при этом, как бы, хвост мягкий. Это нам дает игру, опять же, при желании, на самых-самых минимальных весах. Ну и, собственно говоря, как бы, примерно, примерно, например, размер 6 дюймов, самый тяжелый, самый большой, при весе своем 25,5 граммов, начинает уверенно работать от веса грузголовки 8 граммов. То есть, с 8 граммами на стоячей воде я гарантирую, что хвост будет работать нормально. Меньше все зависит от. Вот 8 грамм это плетенка 2.0 и это, соответственно, там овсетный крючок, например. Ну, в данном случае это без разницы. В принципе, по сиде в основном все. Причем, да, еще момент забыл. Сиде работает неплохо не только вниз по течению, но и в бок. То есть, эта приманка нормально держит боковое сильное течение, без проблем, без переработки, скажем так, хвоста. Но при этом хвост играет и хвост совершенно спокойно выполняет свои функции. По количеству штук упаковки. Как всегда, очень такой частый вопрос. Значит, 7 штук в размере 4 дюйма, 6 штук в размере 5 дюймов и 4 штуки в размере 6 дюймов. По весам я уже все, в принципе, рассказал. Поэтому переходим к следующей приманке. Третья и последняя на данном этапе силиконовой программы Nord Stream серия это твистер. Ну, твистер можно, конечно, условно, но в любом случае это ближе к твистеру, чем выбор хвосту. Это Tricky Tail. Что это такое? А это вот крайне интересная приманка, на мой взгляд, которая объединяет с собой длинный-длинный, даже не совсем твистерный, а непонятно какой, хвост червячный, полутвистерный, получервячный хвост и достаточно массивное большое тело от FETA. Основная цель и задача вообще для чего вот эта приманка была сделана? Это промежуточный этап по своей работе между Tabi-Daddy, то есть широкой, высокоамплитудной, низкочастотной игрой, и CD, у которого, наоборот, низкая амплитуда и очень частая высокочастотная игра. Вот здесь мы получаем достаточно длинный хвост, потому что длина приманки в дюймах это вот в этом варианте сделано. То есть мы смотрим вот так. Фактически это длиннее, длиннее прилично. Вот этот хвост, который у нас здесь есть, он достаточно плотный, он тяжелый и он дает очень хорошую игру в воде. Он дает очень хорошие колебания, которые рыба ощущает издалека. Поэтому по своим характеристикам это что-то среднее между Tabi-Daddy и CD. И при этом есть еще один момент, на который прям делался сильный-сильный акцент. Эта приманка обязана работать на самых-самых легких весах. Ну и собственно говоря, она и работает. Значит, что для этого сделано? В первую очередь, вот они видны, стабилизаторы. Во вторую очередь, у нас здесь на хвосте утолщение, небольшой вес. В совокупности все это дает возможность работать, даже вот, скажем так, эту приманку. Она будет работать, в принципе, вообще без загрузки. Но если мы ловим джигом, то уже 5 грамм, самый максимальный размер, совершенно спокойно, при достаточно толстой плетенкой потянет. Задача какая? Задача простая. Например, если вы ловите в варианте, когда нужна минимальная скорость падения, вот для этого как раз Tricky Tail и предназначен. Сочетание объема и минимальной скорости привлекает, в принципе, практически любую рыбу. Амплитуда здесь у хвоста не очень большая, поэтому для судака и на течении это все работает прекрасно. При этом сама масса и волна, которую он дает при проводке, вполне нормально привлекает и щупу. Наиболее универсальная, на мой взгляд, пока вот из Nord Stream приманка, которая работает практически в любых условиях. А еще я очень люблю эту приманку при ловле в коряжнике, когда надо ловить практически вертикально, почти, там с небольшим забросом, но нужно именно длительное, продолжительное, свободное падение приманки у коряги, ну либо в самой коряге, там в кусту. Вот для этого, собственно говоря, вот эти Tricky Tail и сделаны. То есть резюме по назначению, скажем так, потому что слов много. Если вы ловите в ситуации, когда вы максимально переоблегчаетесь раз, это вот как раз Tricky Tail, если вы ловите в ситуации, когда нужна долгая-долгая пауза на стоящей воде, либо в слабом течении, и вам нужно максимально долго ронять приманку на дно у коряги, там или еще в коряге, в кусту, что-то из этого. Вот, это два. Если вы приехали на незнакомый водоем, либо пока не понимаете настроение рыбы, и не знаете, на что нам будет лучше реагировать, на высокоамплитудную и низкочастотную, либо наоборот, на низкоамплитудную и высокочастотную игру хвоста. Вот Tricky Tail, промежуточный вариант, это проверочный вариант, разведчик, ну это, собственно говоря, и три. Теперь по размерам, по упаковкам. Значит, размеры 4 дюйма, 5 дюймов, 6 дюймов. Как я уже сказал, дюймы меряются вот из этого положения. То есть, вот, это 6 дюймов. Так, приманки на самом деле больше. Но, вот 4 дюйма совершенно спокойно клюет окунь, некрупный, совершенно спокойно клюет, уж про судака, щуку я вообще молчу. То есть, в принципе, как бы вот эта вот форма получервячная, она позволяет ловить практически любую рыбу. Но там уже от размера мы пляшем, соответственно, от кормовой базы и от размера самого хищника, которого мы хотим поймать. По весам 4 дюйма весит 8 грамм, 5 дюймов весит 15,5 грамм и 6 дюймов весит 26 грамм. Все приманки на стримы достаточно тяжелые. Это сделано для того, чтобы как бы материал выбрана такой плотный, чтобы он держал щучьи, щучьи, судачьи зубы, чтобы минимально откусывались хвосты. Ну, вот я показываю как бы растяжение. Вот. Чтобы было вот такое растяжение. Поэтому приманки нелегкие. Для 6 дюймов 26 грамм. Ну, как бы так. Показатель выше среднего. По количеству в пачке. 4 дюйма это 7 штук. 5 дюймов это 5 штук. И 6 дюймов это 4 штук. Собственно говоря, на этом, наверное, все. Обзор по вот этим приманкам, по их применению закончен. Если есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, обращайтесь. Примерно пару недель после выхода этого видео на канале, я буду на канале, я буду отвечать на вопросы. Если прошло больше времени, обычно я уже не смотрю там старые видео. Поэтому есть контакт, есть русфишинг. Не стесняйтесь, обращайтесь, что знаю, расскажу, на какие вопросы у меня есть ответы, отвечу совершенно спокойно. Если сразу не отвечаете, не отвечаю, не переживайте, я просто, скорее всего, на рыбалке. Как вернусь, отвечу. На этом все. Всем всего доброго. Ни хвоста, ни чешуи. Ну и ловите и отпускайте рыбу. Все. Всем пока. До встречи.